Здравствуйте! Это вечерний выпуск новостей, подготовленный корреспондентами из Казахстана. Меня зовут Аселем Жанова. Вначале растаем акценты. Блок народовластия считает нелегитимными прошедшие досрочные выборы и требует такой же досрочной отставки незаконного президента. Инаугурация через пять дней после выборов. ЦИК досрочно объявил о дате официального вступления в должность вновь избранного президента Назарбаева. В поселке Козлогаш убит свидетелем по делу о доводнении, унесшем в жизни 45 человек. Блок народовластия не признает легитимность прошедших президентских выборах. Об итогах своего мониторинга лидеры двух партий КПК и Алга рассказали на пресс-конференции в Алматы. Для оппозиционного блока эти выборы были незаконными до официального старта. Именно из-за этих соображений оппозиционеры пошли на бойкот президентской кампании 2011 года. О результатах бойкота расскажет Зарина Ахматова. Блок народовластия не признает легитимности прошедших президентских выборов. С таким заявлением лидеры двух партий и представители общественных объединений выступили в Алматы 6 апреля. Делать такие выводы оппозиционерам позволяют результаты мониторинга избирательных участков. Блок инициировал кампанию бойкот выбором. Самый яркий показатель ее эффективности – нереальная статистика явки. Практически второе место занял бойкот. Это, если честно говоря, нормальный был его выбор, бойкот почему-нибудь занял не менее 50%. То есть мы считаем, что объявлен нам бойкот, он правилен. И в этой степени, если бы власть хорошо работала по призову, заставляя людей прийти на выборы, ради того, чтобы победить не теми кандидатам президента, а победить бойкота. Цена усилий – всевозможные нарушения, зафиксированные и международными наблюдателями, и рядовыми казахстанцами. Айгуль Кахаева проявила политическую сознательность, но гражданский долг выполнить ей не дали. На участке заметила – за нее и членов ее семьи подписи уже стоят. Причем почерк один и тот же. Нарушение удалось зафиксировать, а выложенная в интернет-запись бьет рекорды просмотров. Вы же видите, что рядом со мной подпись сейчас стоит? Да нету ничьей. Ну и что вы говорите? Пожалуйста, членов моей семьи, ниже сделайте. Смотрите, видите, везде подписи стоят. Ну и что? Вот, подписи ниже, видите? Ну и что? У нас буквально у всех глаза открылись, да? И после этого пытаться снова в СССР вернуть и заставлять детей маршировать, и всем говорить здорово, прекрасно, Ельбасе, Ельбасе. Не получится. Таких мертвых душ независимые наблюдатели только в Алматына считали условных 67 участков, каждый с более чем двумя тысячами избирателей. Чиновники так старались, что даже побили рекорд выборов 2005 года. Явка оказалась настолько исторической, что перешагнуть ее будет очень нелегко. Мы, собственно говоря, образно, если говорить, то мы погрозили режиму пальцем, а он вывел против нас танковую колонну. Презентацию со сводными материалами по наблюдению на 250 участках народовласти обещают презентовать в пятницу. При участии международных наблюдателей. Зарина Ахматова, Заурия Ахметова, Асана Милов, Толгат Умирбеков. Из Алматы, Казахстан. Напомним, остальные околопровластные партии, это партия Акжол, Адлет, партия Патриотов, поспешили поздравить с абсолютной победой Назарбаева и объявили о готовности к парламентским выборам, которые могут состояться уже этим летом. Неоднозначно повели себя в партию ОСДП. Ее представители распространили вчера заявление с требованием провести расследование нарушения зафиксированных независимыми наблюдателями на этих выборах. Партийцы не могут смириться с нарушениями, но согласны с победой Назарбаева. В начале заявления ОСДП отмечает. Это и вброс бюллетеней, организация карусели, агитации в день выборов, недопущение представителей ОСДП АЗАД состава избирательных комиссий, ограничение прав наблюдателей и требует от власти тщательного расследования каждого факта нарушения выборного законодательства. А в конце заявления АЗАДовцы пишут, мы считаем, что президент обязан воспринимать свою победу как дополнительную ответственность за завтрашний день Казахстана. Мы призываем главу государства осознать эту истину и приступить к реализации реальных демократических реформ, говорится в заявлении. Корреспонденты пытались узнать у лидеров ОСДП, как согласуются и согласуются ли требования расследования фактов нарушения на этих выборах и принятия победы Нурсултана Назарбаева. Но, увы, сегодня в ОСДП неохотно идут на контакт с журналистами. Сегодня же экс-сенатор и член президиума ОСДП Уалихан Кайсаров прокомментировал скандальное исключение его из партийных рядов. Заявляет, что эту новость он узнал от журналистов и что никто из руководства партии его до сих пор об этом не уведомил. Экс-президент в президенты говорит, что самостоятельно примет решение об уходе, о чем известит партийное руководство в письменной форме, причем в ближайшее время. По словам политика, он уже получил приглашение от других политических партий и движений страны вступить в их ряды. Что стало причиной политического демарша, теперь уже бывший соратник Кайсаров затрудняется ответить, но от ответного удара себя не сдержал. Естественно, мне не нравится, когда руководителей моей партии Набилова, Тюахпая, Хосанова обвиняют в сговоре с администрацией президента. Вы знаете мое отношение, допустим, к этой организации. Поэтому, если действительно это имеет место быть, то не надо меня исключать, я сам просто выйду из этой партии. Но я думаю, что тысячи членов партии, они абсолютно тут ни при чем. Они не являются такими же продажными членами партии. Одновременно с заявлениями бойкотеров о незаконности досрочных выборов 2011, Центр избирком зарегистрировал сегодня лидера нации Нурсултана Назарбаева вновь избранным президентом. Похоже, власти сильно торопятся узаконить прошедшие с многочисленными нарушениями выборы. ЦИК сегодня окончательно назвал дату инаугурации. Как и ранее предполагалось, коронация старого нового президента состоится в эту пятницу, 8 апреля. Вопрос о легитимности власти Нурсултана Назарбаева стоит все эти 20 лет, но юридической силы все претензии к лидеру нации в Казахстане не имеют. Как объясняет досрочную инаугурацию в Астане, расскажет Айгирим Оспанова. Инаугурация Нурсултана Назарбаева состоится в ближайшую пятницу. В этот день глава государства принесет присягу, ему вручат нагрудный знак и удостоверение. Любопытно, что накануне в Центр избиркоме категорически опровергали информацию о спешной церемонии. Центральная избирательная комиссия постановляет определить 8 апреля 2011 года, дню принесения присяги президента Республики Казахстан, Назарбаева Нурсултана Абишевича, избранного на внеочередных выборах 3 апреля 2011 года. О том, почему инаугурацию решено провести в сжатые сроки, знает советник президента Назарбаева. Ирмухамед Иртызбаев уверен, лидер нации хочет как можно скорее приступить к политическим и экономическим реформам в стране. Глава государства, он живет в индустриально-инновационной программе. Это его, на мой взгляд, самая главная и последняя такая крупная масштабная задача, которую он хочет осуществить. Бывший сенатору Алихан Кайсаров придерживается иной версии. По его мнению, за скоростью принятия решений скрывается желание узаконить президентский статус Нурсултана Назарбаева до оглашения результатов мониторинга от ДИПЧ-ОБСЕ, который может признать выборы недемократичными. В числе других предположений досрочные выборы в парламент и здоровье главы государства. По всей видимости, торопится с преемником. Ну, понимаете, когда человек знает, скажем, о том, что он неизлечимо болен, скажем, или он предполагает, сколько ему осталось месяцев жить, естественно, он пытается закончить все эти дела. В свою очередь, эксперты, следящие за процессами в стране, считают, происходящее не выбивается из рамок политической логики. Досрочные президентские выборы, которые, по сути, действительно можно считать аналогом референдума, да? Если их главной целью было просто легитимизировать и юридически оформить следующий срок пребывания президента, то какой смысл, скажем так, тянуть резину на сцену анаугурации? То есть этот спектакль начали, его нужно побыстрее закончить. Между тем, столицы полным ходом готовятся к торжественной церемонии у Дворца независимости, где, скорее всего, и состоится торжество, проходят репетиции. Впервые на инаугурацию президента прибыл сводный парадный расчет военно-морских сил. Сразу после официального сообщения на улицах столицы появились билборды с датой принесения присяги президентам Казахстана. Тем не менее, как заявили приближенные дворца, церемония будет довольно скромной и при малом количестве гостей. Агирь Муспанова, Сама Туренбаев из Астаны, Казахстан. В этот понедельник УБСЕ раскритиковало прошедшие президентские выборы, но окончательное мнение о легитимности выборов даст лишь через два месяца. Сегодня же радио «Затык» рассказала о докладе «Казахстан на перепутье», автором которого является эксперт Адам Хьюк. В своем материале он оценил год председательства Казахстана в УБСЕ как упущенную возможность либерализовать общество. Выдержки из доклада, опубликованного радио «Затык» в следующем материале. В докладе «Казахстан на перепутье» Адам Хьюк отмечает, цитирую, 2010 год стал свидетельством умения и изощренности режима в Казахстане подать факт председательства УБСЕ народу так, чтобы максимально поднять престиж страны, сохраняя при этом множество проблем. В условиях международного давления правительство Казахстана провело несколько частичных реформ. Например, внесло в закон о политических партиях меньшее число членов партии, обязательное для регистрации. Автор подчеркивает, что Казахстан не столь репрессивное государство, как Туркменистан и Узбекистан. Но в лучшем из худших в Казахстане выборы – фасад. Оппозиция маргинальна и не имеет никаких шансов на победу. А доминирующая партия контролирует большинство мест, если не все, в законодательном органе. Саммит УБСЕ и председательства в ней Казахстана были использованы внутри страны как факт международного признания режима, что по замыслу должно бы способствовать повышению национальной гордости. Автор пишет, что смесь насмешек и смущение вызывают, например, коробки молока и пакеты риса. Их автор лично лицезрел. Красочно оформленные на тему саммита, наряду с выпуском праздничной банкноты в тысячу тенге. Международное сообщество, безусловно, упустило большую возможность использовать Казахстан в качестве председателя ОБСЕ для значительных реформ этой системы, пишет Адам Хилк. В будущем Европейский Союз и другие страны, партнеры Казахстана, должны больше заботиться о том, чтобы предотвратить получение нынешним режимом неоправданного престижа без учета политических реформ. Диас Агбаев, Казахстан. Не успела в стране завершиться выборная кампания. Как цены на продукты, вопреки обещаниям, чиновников начали вновь ползти вверх. Напомню о том, что продовольствие резко подорожает сразу после проведения внеочередных выборов. Президента Казахстана заявляло немало экспертов. Они отмечали, что одна из причин вне срока проводить выборы – невозможность власти удержать цены. Их опасения, похоже, сбываются. Производители уверены, цены росли и будут расти дальше. Об этом следующий материал. Цены на продукты питания растут и будут расти. Прогноз дают производители, участвующие в международной выставке «Продуктовый рынок Казахстана-2011». Она стартовала в Алматы 6 апреля. Около 60 компаний участвуют в мероприятии. И почти все они имеют схожую точку зрения на продуктовое ценообразование. Каждый ощущает и не ощущает то, что цены достаточно стали выше. И также все люди, и те, кто у нас работает, и те, кто управляет компанией, все ощущают это на себя. В этом году казахстанцы покупают продукты на 2,5% дороже, чем в тот же период прошлого. Такие данные опубликовал 6 апреля Национальный банк. Так, например, сахар в марте подорожал более чем на 2,5%. Цена муки увеличилась на 1,6%, а мясо и мясные изделия на 1,3%. По сведениям Пищепрома, потребители отреагировали тут же. Патерский спрос на продукцию упал. Во всяком случае, после нового года спад. В процентном соотношении где-то на 20%. Производители продуктов не знают или не желают объяснять причины очередного роста цен. Авторитетный ученый-экономист Канад Берентаев, напротив, не стесняется указывать на болевые точки. Издержки производства у казахстанского бизнеса где-то 60-65% приходят на услуги естественных монополистов. И так как они растут, то растут и издержки производства. Ну и ясно, что ни один производитель не будет торговать себе в убыток. Вот у него начинает расти общий уровень цен. О мнении специалиста рядовые казахстанцы посетители продуктовой выставки могут и не знать. Но ценники в магазинах убеждают наедаться впрок. Замзагуля Драхманова, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Об очередном повышении уровня инфляции рассказал журналистами главный банкир страны. Григорий Марченко сообщил, что она выросла на полпроцента. Цены на продукты питания за первый квартал 2011 года увеличились на 6. А стоимость товаров народного потребления меньше, чем на 1%. Однако, вопреки инфляции, подчеркнул Марченко, на валютном рынке Казахстана тенге укрепляется по отношению к доллару. А банки второго уровня увеличили выдачу кредитов в национальной валюте. Глава Нацбанка отметил, что укрепление тенге вызвано ростом цен на сырье, металл и зерно. Марченко развеял очередные слухи о возможной девальвации и сообщил, что с начала года главным финансовым институтом страны было закуплено 6 миллиардов долларов. Если цены на сырье будут продолжать оставаться высокими, тем более расти больше, если объемы экспорта этого сырья из Казахстана будут стабильными, будут расширяться, с одной стороны. А с другой стороны, спрос на доллары, как мы видим по статистике за январь-февраль по обменным пунктам, импорт вырос на 10%, при том, что экспорт вырос на 30%. То есть, если рост предложения долларов будет опережать рост спроса на доллары, то курс доллара к тенге будет снижаться. В поселке Козлагаш в Алматинской области убит свидетель по делу о Козлагашской трагедии, когда весной прошлого года в результате прорыва плотины в этом поселке погибло 45 человек. Главный специалист поселкового Акимата Даулет Истыбаев должен был выступить свидетелем в апелляционном процессе, но на днях чиновника убили. Полицейский не исключает бытовой характер преступления. Между тем, погибший Даулет Истыбаев должен был стать основным свидетелем при рассмотрении апелляционной жалобы жителей поселка на решение суда Талдыкурганского военного гарнизона Алматинской области. Люди были не согласны с решением первой инстанции. Напомню, 9 февраля судья Дамир Ахтямов приговорил трех из семи подсудимых из числа администрации села и владельца Дамбы к пяти годам лишения свободы в колонии поселений. Еще один обвиняемый получил условный срок, а остальные оправданы. Рассмотрение апелляции состоится в Алматы 12 апреля. Одна из потерпевших, местная жительница Токжан Кожакапана, подозревает убийство Истыбаева, носит заказной характер. Постарались от главного свидетеля, заинтересованные люди, избавиться. Это, скорее всего, было на руку самим подсудимым. Корреспонденты выехали в поселок Козлагаш для выяснения обстоятельств. А я продолжу. ЧП в Астане сегодня строители многоэтажного комплекса оказались под многотонной металлоконструкцией. Один человек погиб, четверо травмированы. В столичном департаменте охраны труда и социальной защиты поясняет, в последнее время число несчастных случаев, произошедших на строительных площадках Казахстана, увеличивается. Иван Тулинов с подробностями. Один человек погиб, четверо получили серьезные травмы. Это новые жертвы изумрудного квартала Астаны. На стройке многоэтажного комплекса сегодня на рабочих свалилась многотонная металлическая арматура и повлекла за собой опалубку. До приезда скорой помощи один из строителей скончался. У нас бригада села, и бригада была у нас. Тридцать человек где-то, кто успел, убежал. Мы тоже убежали, но сверху падает же все. Врачи поставили диагнозы строителям. Перелом руки, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. В департаменте охраны труда и социальной защиты говорят, едва ли не каждая высотка с гордым названием уносит жизни нескольких строителей или оставляет их коллегами. К примеру, только в 2010 году жертвами на элитных стройках в Астане оказалось чуть больше 20 человек. На месте происшествия, где сегодня погиб рабочий и четверо пострадали, департамент соцзащиты ведет расследование. По его результатам, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Тем временем застройщик главного фрешенебельного района Астаны, известная компания «Базис-А», комментировать происшествия на своих объектах не желает. Известно только, что виновные в гибели рабочего будут установлены в течение 10 дней. Иван Тулинов из Астаны, Казахстан. Редакция газеты «Голос Республики» требует возбудить уголовное дело по нападению на издателя Даниара Молдашева, чтобы пролить свет на историю его исчезновения после неожиданного обнаружения его в столице Белоруссии. По их словам, весь необходимый материал для открытия дела находится в Бастандыкском РОВД, но полицейские намеренно затягивают процесс. Брат пропавшего издателя, Аскар Молдашев, вернулся из Минска и рассказал подробности встречи с Даниаром, а также привез от него два заявления, написанных от руки, об увольнении по собственному желанию и о просьбе прекратить создавать шум вокруг его персоны. Однако, по словам Аскара, Даниар вел себя очень странно, отвечал на вопросы заученными фразами, словно нехотя, и его подозрения об оказываемом на брата давлении только усилились. Их подкрепила и обнаруженная в Алматы слежка за Аскаром Молдашевым, который удалось засечь сотрудников редакции. Теперь коллеги Даниара требуют признать в деле о нападении на Молдашева потерпевшей стороной редакции и надеются, что благодаря полученным им данным о слежке правоохранительные органы смогут разобраться в этом запутанном деле и выяснить, кто и по какой причине оказывает давление на издателя независимой газеты. Юрист газеты Сергей Уткин считает, что разбой на нападение на Даниара Молдашева, его неожиданно отъезд и слежка за его братом, звенья одной цепи. Почему полиция закрывает на все это глаза специально? Не возбуждается уголовное дело, значит невозможно сделать там запрос по роумингу, невозможно по вот этим распечаткам, да, всевозможным, детализации телефона, только после возбуждения дела. Невозможно дать поручение правоохранительным органам Украины, России и Беларуси, если нет уголовного дела. Вот на наш взгляд, полиция специально его не возбуждает, чтобы ничего не делать. Понимаете, вот это страшно. Павлодаре, по словам местных общественников, директор наркоцентра потребовал от неправительственной организации взятку. Финансовые полицейские все засняли на видео, чиновника даже задержали. Однако теперь полиция утверждает, что преступления не было. Евгения Бодрова продолжит. Павлодаре директор Республиканского научного центра по борьбе с наркоманией проходит подозреваемым в деле о коррупции. Однако по-прежнему занимает свой пост. Я даже не дозвонился на свою батаркарту. В этом году Павлодарское НПО выиграло грант Евросоюза на сумму 158 тысяч евро. Общественники на базе Республиканского научного центра по борьбе с наркоманией должны были оказывать психологическую помощь наркозависимым. Только вот директор центра навстречу волонтерам не пошел, рассказывает общественник. Я пришел к господину Ережепову Нурлану Бурхановичу с предложением сотрудничать. И посмотрев мой проект и не увидев, что там не заложена его зарплата, как он мне так и сказал, здесь не учтен мой интерес, он отказался от сотрудничества со мной. Сумма интереса 3000 евро. Молчанов обратился в финансовую полицию. Те отреагировали. Вот видео. Общественник его зафиксировал с телевизора в кабинете финполицейских, когда оперативники просматривали отснятый материал. Здесь видно, как человек, похожий на Ережепова, пойман с поличным. А вот жена человека, похожего на Ережепова, с которой снимают отпечатки пальцев. С момента задержания прошло два месяца, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Директор, как и прежде, на своем посту. Инцидент комментирует как всего лишь клевету Молчанова. То, что я уже второй месяц нахожусь на работе, что на меня никаких уголовных дел не заведено, но это подтверждается тем фактом, что в его заявлении те факты, которые он указал, не соответствуют действительности. Сегодня на брифинге финполиции рассказывали о раскрытых коррупционных преступлениях о Ережепа Венеслова. И только после вопроса журналистов силовики сообщили. Да, деньги были, но они переданы руководителю центра на вполне законных основаниях. Нами проверяются доводы Ережепова о том, что полученные ими деньги являлись заработной платой. По результатам проведенных проверок будет принято законное процессуальное решение. Еще один штрих. Купюры, переданные Ережепову, были средствами самого Молчанова, а не ожидаемый НПО-грант. Если директору не предъявят обвинения, то общественника даже не получится вернуть свои кровные. Молчанов уже написал заявление в генпрокуратуру и администрацию президента. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. Это вся информация на сегодня. Напомню, Блок народовластия признала выборы нелегитимными, а ЦИК назначил дату инаугурации Назарбаева досрочно, на 8 апреля. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин